Наталья Колозей в энциклопедии Русской Америки. Наталья, вы единственный повод для сегодняшнего разговора. Не выставка, не Колозей Art Foundation, а вы, Наталья Колозей. Так что давайте начнем, как это у нас принято в энциклопедии, с дня рождения, с места рождения. Мы вас слушаем. Родила себя в Москве в 1974 году. И, насколько я себя помню, всегда была окружена коллекцией, которую мама начала собирать еще в 60-е годы. Когда мне было всего один год, на мой день рождения, известный художник московский Петр Беленок принес мне не погремушку, а работу в старственном магазине. Ваша мама считает, что просто денег не хватило ни на куклу, ни на шоколадку? Легче было работу подарить? Я не знаю, какая была причина, но до сих пор я очень дорожу этой работой, потому что эта работа положила зерно в нашей коллекции. То есть от нее именно стартовала коллекция? Ну, я думаю, что от нее как бы стартовало, наверное, такое сознание, что в будущем, когда мне стало 10 лет, то есть я решила стать коллекционером. Естественно, когда я в 2 года, как все дети, я пошла в состудию. Я лепила, рисовала, делала замечательные абстракции. С двух лет? С двух лет. Когда мне было 5 лет, я занималась студией, и в доме архитекторов у меня была персональная выставка. Так что моя карьера как художника была очень замечательная. А в 10 лет, когда довольно известный московский художник Владимир Ангелевский дал мне право выбрать из трех аккордов работы для нашей коллекции, вот это ощущение выбора и какого-то причастия как бы вело к тому, что я решила, что я прошу рисовать и больше не буду, и стану искусствоведом. В то время я называла себя, что я буду арт-критиком. И когда я это говорила нашим иностранным знакомым, все они просто удивлялись, потому что здесь арт-критика имеет совершенно другое значение. Естественно, как все молодые искусствоведы того времени в Москву, я пошла сначала в Кушкинский музей, клуб юных искусствоведов, потом, естественно, на подготовительные курсы МГУ. Но, естественно, так как я приехала сюда в 92-м году и выступила в университет уже здесь, в Америке, то в России я ничего не заканчивала. Вы здесь, какой калычку? Здесь, значит, когда я приехала первый раз в 92-м году, меня позвал к себе Нортен Дордж, очень известный коллекционер русского искусства. И в то время он как раз в процессе передавал свою коллекцию, состоящую из более чем 30 тысяч произведений, в музей Раткерса Зиммерлярд-музей. И я к нему приехала на ферму, большой Меканикс-вилл в Меринэнде, где я пробыла 6 месяцев, помогая ему коммунизировать коллекцию. И в то время как раз они искали кого-то в музее, чтобы помогли с этой транзицией, помогли с именами, помогли с культуаризацией работ. Поэтому Нортен Дордж предложил мне, что я вот приеду в Раткерс и буду там учиться. И они специально создали Non-Conformist Arts Scholarship, то есть специальный грант, на который нужно было знать там столько всего, что по идее это был как бы не именной грант, и получилось так, что я была единственным человеком, который мог бы получить. Потому что ни до меня, ни после меня никто, конечно, уже не мог, потому что уже было знать уже все русское искусство до того, как закончил университет. Вот, и так я начну получать этот грант, потому что до этого я собиралась, когда я просил учиться в Анфарсе или в другие рассматривала учебные заведения, но когда вот мне получило такое предложение, я поняла, что Раткерс становится центром для русской культуры, русское воспользительное искусство, предложил этот очень хороший выбор и закончила Раткерс с отличием с 5-бета-капа и так далее, Голдом Киев-сосайти, и закончилось искусствоведение Раткерса. И после этого? После этого я поступила, как поступает все искусствоведы, поступила в аспирантуру, но тогда, значит, у нас уже, мы в 91-м году создали здесь фонд, коллозер фундейшн, который занимается пропагандой русского искусства через выставки в некоммерческих музеях, в центрах и также публикации книг, каталогов, организации лекций. И в 2014 году мы начали работать над проектом Олега Васильева. И, конечно, у меня передо мной был выбор или работать над книгой и выставкой Олега Васильева, или, как хотел Раткерс, произвести все свое время учебе в аспирантуре. И это был очень такой сложный выбор, поэтому я решила, что работать над книгой Олега Васильева будет намного важнее для русской культуры, для меня, и я решила как бы временно учебу как бы прекратить. То есть я не закончила докторскую презентацию, все забросила, и вместо этого с большим удовольствием занялась проектом Олега Васильева. И с большим успехом у нас эта выставка прошла в 4-5-м году в Третьяковской галерее, в русском музее. Сам Олег Васильев первый раз приехал в Москву. То есть это, я думаю, что для меня это был очень важный момент. Ну, кстати, вот сопоставляя ваши отношения с художниками уже в зрелом возрасте и в детстве, вообще художники, они сложные люди, ведь вы с детства вот в этом кругу вращались. Я думаю, что они сложные, но они очень интересные. То есть ты чувствуешь, особенно когда ты общаешься с современными живущими художниками, ты чувствуешь свое причастие к истории сегодняшнего дня. То есть ты понимаешь, например, ты выбираешь одного или другого художника, и тем своим выбором ты как бы меняешь историю. То есть когда ты включаешь их в свою коллекцию на выставке, пишешь о них. То есть ты как-то изменяешь, тоже участвуешь в этом историческом процессе. То есть они, естественно, они делают работы, но ты как бы участвуешь в этом процессе по-другому. А два вопроса. Одна – это благодарность, насколько эти люди благодарны, а второй вопрос – понятно, что кто-то, видимо, остается и обиженным. Ну, благодарность тут как бы самое важное во всей этой истории, чтобы ты как бы для себя чувствовал, что ты что-то сделал хорошее. Благодарность – это вещь такая очень… От человека зависит. От человека зависит, просто я думаю, что от художника и от человека, потому что все художники разные, разные по характеру. Поэтому я особенно благодарности не жду. А, конечно, обида. Просто обо всех не напишешь, всем не поможешь. И, конечно, существует очень много художников, у нас в коллекции больше, чем 7 тысяч работ, 300 авторов, но, конечно, существуют художниками, с которыми просто без того, что у нас не так много, то есть мы не можем работать со всеми. То есть мы выбираем, в этом году мы работаем с одними, в другом году мы работаем с другими, но со всеми, естественно, мы не можем работать. Ваша мама рассказывала, что коллекция постоянно пополняется. Каким образом? То есть где точка отсчета? Этот будет человек в вашей коллекции, этот нет? Ну, я думаю, что часто, особенно в молодым, то сейчас как бы фонд стал очень довольно известным, и нам пишут, то есть в день я получаю по 100-200 имейлов от разных авторов с просьбой посмотреть их творчество, посмотреть их работы. И у многих мы начинаем потихонечку смотреть, что они в своей творческой деятельности делают. Кому-то присматриваемся, посещаем, посещаем выставки. И потом уже смотрим, как бы подходят ли их работы в наши некоммерческие музейные деятельности. То есть вас провинансы интересует, да? История картины, история художника? Ну, ну, нет, ну, история, да, нет, история, конечно, интересует, да, но в основном, то сейчас старая работа, это 60-70-х годов, да, то есть у нас уже коллекция есть, то сейчас, в принципе, нас больше интересует, я думаю, что молодое поколение, и чем оно дышится на сегодняшний день. Наталья, вы молодая, красивая женщина. Кроме искусства, есть какие-то сферы интересов? Нет, ну, есть, конечно. Расскажите. Нет, я... Коктейли любимые. А, коктейли любимые. Я люблю, например, джин и тоник, очень люблю один из моих любимых напитков. Но вообще я очень как бы разносторонний человек, потому что в 9 лет начала заниматься дзюдо. И что я думаю, что очень важно быть в спортивной форме... Продолжаете? Нет, но я как бы, я получил зеленый пояс, что для юношеского, для юношеского раздела это было как бы высшая, высшая награда. Вот, и спорт я очень люблю, то есть я люблю всякие там, там, теннис, ну, естественно, как бы любить... Большой теннис или шпинг-конт? Большой теннис, пинг-конт люблю, люблю играть в шахматы, то есть как бы люблю ходить в театры, на концерты, насколько позволяет время. Вот, то есть искусство, конечно, моя жизнь. И это искусство, то есть я очень-очень люблю, то есть каждый день, когда я встаю, я с большим удовольствием, когда, например, мне нужно пойти на какую-нибудь выставку посмотреть на художника, то есть всегда у меня какая-то большая радость на душе. Вот, независимо, если понравится, когда мне понравится, мне всегда как-то ощущение очень позитивное. Вот, поэтому, и мне кажется, что мне очень повезло, что тем, чем как будто, с чем я родилась, с коллекцией, мне очень нравится с тем заниматься. Я счастливый человек. Когда мы говорим о том, что человек, вот здесь он закончил образование, если он здесь живет и работает, то я обычно задаю вопрос, насколько вы считаете себя, ну, к примеру, нью-йоркским человеком, или вы все еще продолжаете считать себя москвичом. А у вас, вы же постоянно в разъезде. Вот как вы себя ощущаете? К какому городу, стране вы привязаны больше? Я считаю, что сейчас как бы я человек глобальный, как бы глобал-ситизм, как сейчас говорят. Космополит? Космополит. И сейчас, то есть я ощущаю себя очень хорошо в Нью-Йорке. И когда я приезжаю в Москву, я тоже ощущаю себя хорошо. Но единственное, что у меня как-то такой маленький переключатель в голове. То есть когда я прилетаю, как только я в Шереметьево сажусь в аэропорт, я переключаю, потому что я нахожусь в Москве и живу по российским законам. Когда я приземляюсь в JFK, то есть я переключаю обратно, что я в Америке и живу по американским законам. И когда ты это понимаешь, то тебе становится очень легко жить. То есть ты не начинаешь до того, что каких-то вещей, к которым ты привык здесь, в Нью-Йорке, ожидать этих же вещей от России. И когда ты понимаешь, то ты чувствуешь себя очень хорошо в любой стране. Какой-то город есть, в котором бы вы хотели жить дольше по времени? Мне кажется, как бы сейчас, то, что получается, Нью-Йорк и Москва это идеальные два города. Закрывает все остальное. Идеальные два города, да. Если мы говорим о Нью-Йорке, Нью-Йорк, понятно, это галереи, это театры и так далее, но начиная жизнь, в Нью-Йорке есть огромное количество дискотек, в Нью-Йорке есть огромное количество ночных баров. Вы, я думаю, что не отрезаете это? Нет, нет, я с большим удовольствием. Куда вы любите ходить? Разные, но мне больше нравятся такие, более, более, естественно, когда я училась в университете, мы ходили по всем ночным клубам и так далее, была очень бурная жизнь до пяти утра с танцами и так далее. И когда, например, в Танвеллы были большие выставки устраивались, в том тоже очень была бурная жизнь. Сейчас мне больше как-то нравятся там, джазовые клубы, где такие, более спокойные, где можно посидеть, отдохнуть, поговорить, потому что, к сожалению, во многих клубах таких ночных ты даже не слышишь собеседника. Мне все-таки хочется с человеком не только потанцевать и повеселиться, но хочется как-то пообщаться тоже. У вас все-таки коллекция этническая, не было мысли рассвернуть ее в сторону, допустим, американских художников, например? Ну, в том смысле, что, например, многие художники в нашей коллекции, как Комар и Меланит, Илья Кабаков, стали американскими художниками. Географически и по призванию уже, да? Да, то есть, например, сейчас, когда в 97-м году Виналия Витни представляла работа Ильи Кабакова, они писали «Америка», то есть «Russian born American artist», то есть «Американец», рожденный в России». Поэтому, как бы, сейчас у нас много уже таких художников, которые проживают большую часть своей жизни и стали американскими художниками. Но мы все-таки создали, потому что должна быть у каждого коллекционера какая-то узкая специализация. Потому что, если коллекция расширяется и бросает тебя в сторону, там, не знаю, 19-е, 20-е века, 16-е века, 21-е века, то, конечно, с ней будет очень сложно, потому что коллекция не может быть такая всеядная, то есть должен быть какой-то фокус. И все-таки искусство России, то, с чего мы начали и продолжаем, я думаю, что это фокус нашей коллекции. Столько лет, общаясь с художниками, мы же говорим не только о картинах, мы говорим о людях. Была ли вот какая-то такая от всего сердца любовная тяга к какому-либо художнику? Все-таки творческие люди, они захватывают. Нет, ну они все... Романтическая история у вас есть с художником? В вашей жизни? Нет, я думаю, что романтические истории с художником не должно быть, потому что это как бы, это все-таки профессиональная деятельность. Почему? То есть вы художников заранее вырезали из своей биографии? Честно говоря, да, потому что... Так это дискриминация. Когда в 10 лет, когда мне Вин Килецкий дал выбрать афорту для нашей коллекции, я поняла, что... Я была очень маленьким ребенком, но я поняла, что быть художником, искусствоведом одновременно, если ты работаешь с живущими художниками, невозможно. Поэтому как бы все-таки должна быть какая-то профессиональная деятельность. Нельзя смешивать одно с другим. Хотя многие художники очень симпатичные люди. И так что просто... Это душа в театр прилетела. Да, душа в театр. Может быть, вы кого-то не упомянули? Может быть, надо вспомнить, какого-нибудь... Кстати, вот если вам бы сказали, назовите трех художников из вашей коллекции. И у меня вопрос. Из вашей коллекции трех художников и художников, будем так говорить, всех времен и народов. Интересен ваш выбор. Ну, из нашей коллекции... Нам этот вопрос задают постоянно. Назовите любимую работу любимого художника. Так как все-таки я профессиональный искусствовед, то этого сделать не могу. То есть я могу назвать 20-30 художников. Потому что даже в коллекции, даже то, что висит у нас в доме, то есть, например, у нас есть все там работы и Олега Васильева у нас висят, и Ольги Булакова висят, то сегодня у меня настроение... То есть сегодня мне нравится работа одного художника, завтра мне нравится работа другого художника. Поэтому, конечно, я так не могу назвать. Хорошо, не в вашей... Ну, я думаю, что всегда, конечно, если подумать о русской культуре, то и Кандинский, и Малевич. То есть все-таки 20-й век? Я думаю, что 20-й век, конечно. А есть ли мировых художников мы возьмем? Ну, естественно, и Леонардо, то есть, естественно, все старые мастера. Я так понимаю, в три имени вы не уложитесь? В три имени не то, что я не уложусь. То есть я даже, думаю, не уложусь в сто имени. Потому что люди, действительно, которые меня восхищают, мы говорим про Мангога, и восхищают то, что они... И творчество, и жизнь, да? То есть очень интересно. То есть и можно перечислять весь вечер. А если бы кто-то, допустим, вам сказал, вот я сейчас могу оживить исторический персонаж, не обязательно художника, с кем бы вы хотели встретиться? С Леонардо тоже. А если не обязательно художника? Мать Тереза? Не, ну, Мать Тереза может быть нет. Но вот с художниками, я думаю, что Леонардо или Ван Гогом хотелось бы встретить... Я так понимаю, что у вас все все равно крутится вокруг художника? Ну, жизнь так построена, да? То есть как бы все равно... И мне это очень интересно. То есть вы бы не хотели... Вы не подумали о хореографе, вы не подумали о режиссере, вы все время думаете о художниках? Да, да. Я думаю, что да. То есть Боланчен, Феллини, это другое. А вот с Леонардо вы бы встретились? Да. Наталья, вы счастливой человек? Счастливой. Счастливым, потому что я занимаюсь любимым делом. Это не каждый может сказать вам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова